Алло, здравствуйте. А я Ивана могу услышать? Алло, Иван, здравствуйте. Ульяна Шабурникова, компания Reflame. Я по поводу вашей заявки, по поводу работы. Скажите, пожалуйста, когда мы с вами сможем созвониться уже, ну, как бы нормально обсудить вашу работу, я так понимаю, вы заинтересованы в том, чтобы доход иметь, зарегистрировались вы, чтобы работать? А что случилось? Ну, хорошо, давайте так. Я с Reflame работаю уже 10 лет. Мой доход официальный в среднем 100 тысяч в месяц. Вам декларацию показать? Декларация с годовым доходом, 100 миллион рублей, это стабильный доход. И это далеко не самый крупный доход, который мы можем показать. Наши партнеры зарабатывают гораздо больше, чем я. Есть люди, которые много людей. Скажем так, я не на самой высокой ступеньке карьерной лестницы, но мы в команде, которая, ну, как бы наши спонсоры, это топ номер один в мире. То есть мы работаем в команде с этими людьми. У вас есть возможность выйти зарабатывать здесь больше, чем на любой работе, про которую вы вообще когда-либо слышали. Но сетевой бизнес, ну, скажем так, здесь есть возможность выйти в топ. Просто если вам нужны деньги, вы готовы для этого вкладываться. Давайте пообщаемся, я объясню, какой информации вам не хватает. Ну, смотрите, здесь момент такой. Если интернет нужен для работы, то его можно провести, его можно купить. Это вообще не вопрос, не проблема. То есть если это, как бы, работа вам не понравится, но я думаю, что любая работа мне понравится, которая денег не приносит. Главное понимать, какая у меня цель, и могу ли я здесь заработать эти деньги. Вы сомневаетесь в том, что компания Reflame платит, может заплатить вам столько, сколько вам надо, или вы в себе сомневаетесь, что вы можете здесь чего-то добиться? Хорошо, да, поняла. Смотрите, здесь момент такой, что, может быть, Надежда вам не совсем верно объяснила, что прямо уж конкретно мы работаем по интернету. То есть просто сейчас все ломанулись в интернет, начали кто делать сайт и кто чего, да, и говорят все интернет-проект. На самом деле мы работаем и онлайн, и офлайн. И, например, сейчас я с вами разговариваю по телефону, без какого-либо интернета. И таким макаром я разговариваю со многими очень. Да, у нас система обучения через интернет. Вот это четко, я могу сказать, что вебинары проходят, записи, можно посмотреть всякие видеороликов, если вы даже не попадаете на вебинар на обучающий, например. Но даже если мы там полгода назад работали скайпом, для этого нужен был интернет, то сейчас, в принципе, спокойно можно на телефоне общаться. То есть здесь изначально надо понимать, что есть система обучения, которая адаптирована, в общем-то, под всех. Когда люди приходили, ну, как бы, Арифлейм уже в России 20 лет, и интернет развивается активно на последние лет 5. То, что до этого делали люди, оно было по-другому совершенно построено, разработано, и интернетом там как бы 10 лет назад вообще, можно сказать, не пахло. Вот, это сейчас мы уже для автоматизации своей работы используем интернет, потому что, ну, грубо говоря, на обучение нужно приехать с одного конца города на другой, потратить время на это. Сейчас через интернет мы обучаемся и общаемся со своими партнерами, командой. Не надо на это тратить времени. Ну, много плюсов, на самом деле, использовать. Вот, просто, ну, реально в интернет очень много сейчас проектов и финансовых пирамид, которые обещают много денег, но не платят. Вот это как бы, да, вы в этом правы, что есть некое опасение. А вот здесь, как бы, наш огромный плюс в том, что компания с мировым именем, 50 лет на рынке, вот, вы уж сами понимаете, что ни одна, ни один миллион сотрудников, как бы даже, ну, не сотрудники это называется, а партнеры у нас, это не пропадет никуда, потому что компания производит очень много продукции. Когда есть продукт, то здесь в таком количестве компания не пропадет, понимаете. Это вот, как бы, многих смущает. Понимаете, здесь у нас есть система обучения. Момент в том, да, то есть, вот вам рассказали, буквально, я не знаю, там, 10 минут с Надеждой пообщались, да, суть бизнеса вы не совсем поняли, да, поэтому возникли сомнения. А надо изначально, я всегда говорю, как, надо сначала понять вообще, интересен такой вариант, интересны ли те перспективы, которые дает компания. Есть ли у вас вообще, в принципе, подобные перспективы, а где-либо зарабатывать столько, сколько предлагаю я вам сейчас. Вот, кстати, какой уровень дохода вас интересует? Что-то я вас сейчас глухо слышу, периодически то нормально, то глухо. Не менее 20 тысяч. На 20 тысяч у нас люди выходят за 3 месяца, если нормально работают. Вы сейчас зарабатываете 20 тысяч? Дома сидите. Был, а сколько лет вам? 19. А, понятно, еще опыта совсем нет. А есть какой-то опыт вообще работы? Ну, может быть, я тоже с 14 лет уже тружусь, скажем так. Ну, какой-то тяжелый в основном, да, какой-то такой труд? Ничего трудного. Ну, договора как бы технической, большей частью. Я к тому, что сколько стоит час в таком случае вашей работы? Не пробовали, не считали? И есть ли перспектива что-то изменить? Ну, это не самое страшное. Поверьте, здесь прямо того, чтобы по интернету действий немного на самом деле. Ну, вот конкретно сейчас перед звонком вам я писала новый ролик сокращенный. Как работать ВКонтакте. Посмотрев там, в принципе, ну, 2 часа, 2-3 часа, несколько вебинаров, там показано, куда жать, что делать, основной принцип и бери, просто делай. У нас приходит... Я результат увижу. Во-первых, по вашим вопросам, да, я новичка включаю в систему обучения, я даю доступ к обучающему сайту. Мы договариваемся, например, вот тебе первый шаг, да, посмотришь его на это, надо полчаса, ну, час. Ну, если захочется еще там несколько видео, если захочется глубже вникнуть, ну, посмотришь, ну, 2 часа. Соответственно, мы с тобой созваниваемся сегодня или завтра, обсуждаем, что ты понял из этого шага. Там есть задание, ты его начинаешь делать. После каждого шага есть легкие задания, которые, ну, как бы объясняют, что нужно сделать, как и для чего. И дальше уже, если у человека не получается, мы обсуждаем. Я спрашиваю, а что ты делал для того, чтобы у тебя это получилось. Понимаете, моя задача вас научить, моя задача вывести вас в директорскую команду, потому что доход, ну, грубо говоря, вот я развиваю людей, да, в своей команде. Если у меня пришел консультант, который просто для себя купил там, ну, я не знаю, парфюм вы себе купили, например, да, там, мне с этого заплатят там 30-50 рублей. Окей, пришел у меня человек, который стал директором. Директорский товарооборот примерно 300 тысяч, а я отсюда получаю 10-15 тысяч и выше. Как вы думаете, кто мне более выгоден в моей команде? Тот, который пришел, сделал разовый заказ и слился? Или тот, который зарабатывать начал? Директор зарабатывает на 40, примерно 50 в месяц. То есть, вот, конечно, мне выгоден человек, который развивается, который будет дальше свою команду развивать. Причем мы сейчас работаем таким образом, что мы помогаем своим людям. Пока вы вникаете, мы первых людей, возможно, даже к вам зарегистрируем в команду. То есть, возможно, под вами уже там есть кто-то из людей. Так, что-то прервалось. Ну, в общем, что-то разъединилось, и сейчас, видимо, люди уже не знают, что им думать, верить им или не верить. Ну, бывают разные ситуации, на самом деле, связь пропала или еще что-то. Ну, неплохая работа с возражениями. Дальше человек 19 лет, поверит он или не поверит, как бы, да, это уже его выбор. Скорее всего, ну, как правило, да, в 19 лет люди мало об этом заморачиваются. Им удобнее работать на том, что они видят, понимают про бизнес, они многие боятся. Созреет лет через 5, или кто-то, может быть, из друзей пригласит. Ничего страшного, ищем дальше. Отправлю смс. В общем, вы уже в системе, у вас есть 2 месяца на раздумья. Надумаете узнать подробнее, звоните. Нам выгодно развитие наших партнеров, но за уши никого не тащим. Нужны готовые развиваться. Я думаю, что за 2 каталога там появятся под ним люди. Можно будет попробовать еще сделать контрольный звоночек перед терминацией, сказать, что под вами там 10-20 человек, товарооборот такой-то. Может быть, все-таки будем работать.